А всем здорова! С вами Цинус! И сегодня будем взрывать вот эти вот петарды вон на том льду! Ребят, это будет жестко! Понеслась! Так, ребят, вот таким вот образом выстроил я топ от слабых и до самых сильных. Многие слабых петард я решил, допустим, вот эти не взрывать, ну потому что слабые неинтересно взрывать, но так, чисто ради топа я взорву. Давайте взорвем три Корсара первых. Вот такие вот, смотрите, так вот выглядит сразу несколько штук. Ой, в воздухе прям пухнуло просто. Ни о чем вообще. Так, они в снег упали. Ну, в общем, вот такие очень слабые петарды. Давай теперь вот такой вот Корсар второй от фирмы Фаворит. Пират называется. Бракованный, мне кажется, да? Ну да. Ну, в принципе, не очень интересно. Давайте вот Корсар третий от Максэ. Он идет у нас на два взрыва вроде бы. Давайте попробуем. Так, вот это налет прям четненько. Что-то они все почти бракованы. Они, наверное, у меня отсырели, долго лежали открытые. Кстати, мне тут каждый день пишут подписчики с канала Экспериментатор про вызов. Уже, наверное, миллион комментариев написали. И это несмотря на то, что их канал новичок, но о нем уже все говорят. В общем, ребята с канала Экспериментатор бахнули кирпич огромной петардой и предложили мне побить их рекорд. Я принимаю этот вызов. Поехали. Ребят, в общем, вот такой кирпич я нашел. В принципе, он тоже достаточно мощный и тяжелый. Думаю, его сможет разорвать вот такая мега мощная петардочка. Бах. Приматываем вот таким вот образом по секретной технологии. Ну что ж, в общем, вот и примотали. Давайте взрывать. Ё-моё! Да ты не бойся, не бойся, Андрюх. Снимай по барабану, блин! Ребят, короче, мы взорвали петарды, едут копы. Снимает? Ну что, давай собираться. Бля, Кита, бля. Я сейчас снимаю, да? Я изнатуре едут. Сюда? На п***. Давайте продолжать наш топ. Уже с мощных петард начнем. Вот такой Corsair 8 Mini фирма Русский фейерверк. О, да-да-да, уже мощно. Так, давайте теперь вот такую петарду. Это у нас, не знаю, что крутые ребята. Corsair 4 по маркировке не взорвется, мне кажется. Давайте вот такой Corsair 4 фирмы Русский фейерверк. Обычный Corsair без эффектов. О, да там он прям в воду упал даже у нас. Да! Четко. Оглушило даже. Давайте вот такой Corsair 4 Зов Демона. Выглядит как крутые ребята, но немножко другая петарда. А, или это крутые ребята были, я так и не понял. Давайте вот такую петарду, Нокаут, Corsair 5 фитильный от фирмы Фаворит. Последняя у меня такая петарда осталась. О, да. Но лед пока что они не пробивают, вообще никак не хотят пробивать. Давайте вот такую серебряную пиратку от фирмы Максо. Она уже, мне кажется, должна, может пробить в принципе. Не-е-е, тоже не пробило. Да что ж такое-то. Давайте вот такой 6-й Corsair от фирмы Русский Салют. Ни хрена он как ракета какая-то. Блин, в воду упал. Офигеть. Ну там вроде немножко пробилось, но он в воду улетел, ребят. Давайте вот такую петарду Super Blaster. Тоже от Максэма вроде она идет. Вот. Мне кажется, она пробьет лед. Да-да-да-да-да, ребят. Она пробила все-таки, как я предполагал. Вот она вот такую дырку там оставила. Что ж. Значит, дальше которые петарды уже точно его будут пробивать. Так что, ребят, сейчас наступает самая интересная часть видео. Самые мощные петарды. Давайте вот такую P2000. Она как бы маленькая, но очень мощная. Мне кажется, она должна пробить лед, просто обязан. Блин, она вот сюда упала. Ну здесь она точно пробьет, здесь он. Вау. Ну да, там со снегом как бы не сильно застывший. Давайте вот такой малый бум попробуем. Классная петарда. Только фитиль у нее достаточно короткий, надо быстро кидать ее будет. Так-так-так-так. Да, тоже пробил. Вон, вижу там немножко. Ну и так себе, немножко пробил. Давайте теперь вот такой вот Crazy Rops. Классная петарда. Мне кажется, лед она просто размождит. Да блин, опять сюда упала. О, да! Я думал, не взорвется. У меня еще один Crazy Rops есть. Давайте его именно на лед кинем. Я хочу, чтобы именно лед посмотреть, насколько он мощный. Вот так горит. Во, вот сейчас на лед кинул. Да, вон, я вижу, дырку пробил. Классно. Ребят, лайк ставим за такие взрывы. Давай, теперь вот такую петарду Corsair 8 от русского фейерверка. И да, ребят, хочу вам сказать, что сейчас мы взрываем сверху льда, потому что, видите, вон там течение. Лед еще до конца не застыл, и нельзя на него ступить. Как можно он хорошо прям застынет, я буду прям наступать на лед и уже под лед запихивать петарды. И вот это еще в 7 раз веселее взрывать именно подо льдом. Так что подписывайтесь, и недельки через 2, когда лед уже встанет хороший, будут выходить видео со взрывами прям подо льдом. Так что подписывайтесь. Блин. Ой-ой-ой. Да. Тоже пробило как бы. Ну, не сильно, не сильно. Мне кажется, вот эти петарды должны лед разнести просто. Три самые мощные, ребят. Как по моему мнению, топ-3 петарды сейчас. И третье место у нас занимает вот такая петарда. Легендарная, как бы, мега Corsair, мне кажется. Каждую взрывал, и знает, что она наполовину пустая. Лол, прикиньте, в ней фитиля нету. А, нет, есть, показалось. Я уж думал, вот он, фитиль, все-таки есть. Что ж, взорвем, давайте. Ну, фитиль тут очень длинный. Прям нереально длинный. Так, да, все. Блин, на нас прям смотрит. Может быть, лететь у нас что-нибудь. Охренеть, вот, вот это, дай, петарда, вот это она пробила. Вон, видите. Прям даже вода вылилась. Что ж, давайте теперь большой, большой бум попробуем. Тоже мощная мега петарда. Должна тоже хорошо бахнуть. Мощнее мега Corsair, кстати. Так, как ее закинуть-то хорошенько бы мне. Так, блин, она куда-то вон туда, к снегу улетела. Сейчас бахнет. Вау, нифига она там дырку, смотрите, какую пробила. Жесть. Ну что ж, настал черед баха. Вообще очень мощная петарда бах. Думаю, лед разорвет. Он любой толщины лед пробивает практически. Сантиметров 10 я пробовал, он пробивает лед. Что ж, давай не подведи, друг мой сердечный. Вот такая фитильная петарда. Всем советую, кто любит мощные взрывы. Вот, закинули. Блин, она в речку, в речку не укатись. Вот, она не укатится. Она на льду. Сейчас бахнет. Да, нифига пробило. Примерно как от Мега Корсара почему-то пробило. По идее, она мощнее должна быть. Она снимает? Ага. Снимай. Ну дай бог, наверное, принес. Да. Блять, я еще документы не взял. Снимай. Такие документы надо. Такие, паспорт, мать, черт. В общем, ребят, вон они, копы. Они уезжают. Хе-хе-хе. Копы не любят меня, потому что я черный. Не любят меня за черные строки. Это так больно. Капец, бах уже не тот. Почему-то не получилось разорвать кирпич. У меня, конечно, были другие петарды. Но приехали копы, и мы быстро свалили. Скажите, что у нас произошло. Каналу Экспериментаторы. Их активность мы увидели. Посмотрим, что получится у нас. Думаю, они дико удивятся, когда узнают, что я принял вызов. А теперь примите и мой вызов, Экспериментаторы. Бахните мощную петарду, чтобы к вам приехали копы на съемки. В общем, ссылка на канал Экспериментатор в описании. Заходите, расскажите им, что я попробовал выполнить их челлендж и кинул им свой. Многие говорят, да, я сам так думаю, что у них скоро на канале будет очень много подписчиков. Потому что видосы реально крутые. В общем, как-то вот такой ролик получился. Повзрывали на льду. Думаю, классно. Первый раз в этом году прям очень ждал, пока застынет лед, чтобы повзрывать. Сейчас жду, пока застынет прям полностью, чтобы прям именно под лед кидать. И тогда он взрывается прям так дико. Вот этого очень жду. Если вы тоже хотите, чтобы я взрывал уже подо льдом и не пропустите этот ролик, то подписывайтесь именно с колокольчиком, и тогда не пропустите. Также ставьте лайк, ребят. Пишите в комментарии, что еще повзрывать. Просто свое мнение. Какие видео вы хотите увидеть на моем канале. Также можете посмотреть вот эти вот ролики, где я взрываю в бензине. И вот эти себе петарды подо льдом. А подписаться вот здесь. А с вами был Симус. Всем спасибо. До свидания. Скоро будет еще круче.